Чебоксарский форум Чебоксарский форум Чебоксарский форум Я должен сказать, что больших изменений не произошло Поскольку мы те огромные ресурсы Я имею в виду масштабы страны Которые появились у страны благодаря международным резервам Благодаря высокой цене на нефть Размещали не в нашу экономику зачастую а в иностранной бумаге, в том числе американские бумаги, причем под невысокий процент. И это как раз являлось на наш взгляд ошибкой, сейчас эта ошибка уже понята. То есть есть серьезные решения, которые как раз направлены на то, чтобы средства, в том числе международных резервов, направить на развитие экономик в регионах. Создаются специальные структуры, институты, которые как раз будут заниматься отбором проектов и вкладывать деньги в эти проекты, в том числе в регионах, в Чувашии. Вот сюда приехали представители по моей просьбе некоторые, которые должны будут поддержать и наших производителей, для того, чтобы эти производители могли успешно конкурировать, успешно реализовывать свои проекты. Ну и как раз по проектам тоже. Есть финансовые структуры, которые отбирают всевозможные проекты, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса, для того, чтобы их профинансировать. Если все-таки говорить как раз о производителях, в условиях ВТУ, как Вы считаете, какие все-таки отрасли в Чувашии стоит развивать, может быть, на что стоит обратить особое внимание? В Чувашии традиционно это электротехника, это приборостроение, это машиностроение. И вот эти отрасли, естественно, надо развивать. У нас есть кадровый потенциал, есть традиции, есть, в общем-то, конкурентоспособная продукция, но, к сожалению, в условиях ВТУ и тяжело конкурировать, в том числе зарубежной, бэушной, например, техникой, поскольку главным конкурентным преимуществом наших производителей является цена. А техника бывшего употребления, производимая за рубежом, для тех производителей, которые там ее реализовывают, или для собственников, является дешевой продукцией. Они ее там использовали, выжили все, что можно, а потом направляют в Россию. И, к сожалению, для этой техники, бэушной, более благоприятные условия реализации, чем для наших производителей, которые производят хорошую новую технику. Вот с этим мы сейчас боремся. Мы провели в Москве круглый стол, я его сам проводил. Были представители многих наших предприятий, электротехнических, машиностроительных. И как раз договорились, в том числе с представителями правительства России, о том, чтобы реализовать комплекс мер, для того, чтобы защитить внутренний рынок от бэушной техники, и, значит, дать простор для работы наших машиностроителей, электротехников и так далее. Ну, машиностроение, электротехника, да, это тоже все понятно. Если переходить к такому новому, к такому новой отрасли Чувашии, как солнечная энергетика, вот в частности строительство завода Хевел, как вы относитесь, насколько перспективно считаете эту отрасль для Чувашии? Ну, я надеюсь, что Хевел наконец-то заработает, потому что много раз откладывали открытие этого комплекса по разным причинам, в том числе и из-за того, что на международных рынках сложилась такая ситуация, что китайцы вытесняют всех, не только наших. Но сейчас, на мой взгляд, более благоприятная ситуация. Произошла девальвация рубля, это работает на то, чтобы поддержать внутреннего производителя. Есть возможность разместить эти солнечные батареи в том же Крыму, который теперь стал российским. То есть есть договоренность, я встречался с представителями этого предприятия, и есть возможность все-таки размещать эту продукцию, а значит завод, ну, наконец-то будет работать. Что, спасибо большое. Спасибо. Ну, а мы приглашаем следующего гостя. Это Александр Михайлович Усков, генеральный директор компании «Август». Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот если говорить о глобальных целях экономического форума, да, это все понятно. То есть обмен опытом, поиск каких-то новых моделей экономического роста. Если говорить, брать все-таки конкретный регион для Чуваши, как вы думаете, что все-таки форум дает? Ну, мне тяжело говорить о том, что этот форум дает Чуваши, кроме того, что вы уже сказали. Но, мне кажется, любое близкое общение разных людей, причем сюда приезжают достаточно сильные, я бы сказал, одни из сильнейших экономистов, которые многому могут научить. Сюда приезжают промышленники, с которыми тоже интересно пообщаться, и у которых есть свои какие-то интересные подходы, какие-то новинки, то, чего еще не было в Чуваши. Поэтому в этом смысле, безусловно, полезно. А вам, как представителю крупного предприятия, какие ответы на свои вопросы, может быть, вы здесь хотели бы услышать? Ну, один из ответов я уже получил, потому что мы будем подписывать соглашение с руководством Чувашской республики и с руководством района о развитии поселка Вурнары. Потому что это сейчас то, что больше всего конкретно меня интересует. Простите, а какого именно развития? Мы заканчиваем полную реконструкцию завода, и после этого жизнь на заводе окажется намного лучше, чем жизнь вне завода у людей. И мы хотим жизнь людей вне завода довести до тех стандартов, которые мы устраиваем на заводе. Ну что ж, спасибо большое. Спасибо за участие в интервью. И сейчас еще один гость форума. Это Хазин Михаил Леонидович, президент компании экспертного консультирования «НЕАКОН». 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 «Здравствуйте». «Здравствуйте. Михаил Леонидович, расскажите, пожалуйста, у нас в России в этом году запустили проект, который называется «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах России». Вот со следующего года уже станет участие обязательным для всех субъектов России, в том числе Чуваши. Как вы думаете, вот в условиях этого рейтинга на что стоит обратить внимание нашему региону? Может быть, какие-то сильные, слабые стороны? Значит, рейтинг – это не сильные, не слабые стороны. Рейтинг – это способ, которым в Москве ругают губернаторов. По этой причине нужно как бы внимательно смотреть, что написано в этих рейтингах и работать с теми, кто эти рейтинги выставляет. Вот вы уже в курсе, да, за что ругают, за что хвалят. Все-таки нам на что ставят? Я пока не знаю, потому что это они еще сами не знают. Вот когда они сами поймут, начальство скажет, ругать надо за это, хвалить надо за это. А вообще я хочу сказать следующее, что в нашей стране, как и во всем мире, сейчас происходят разного рода негативные экономические явления, и они, скорее всего, в самом ближайшем времени приведут к резкому усилению самостоятельности регионов. Грубо говоря, регионы будут сказаны, ребят, мы вам больше ничем помочь не можем в Москве, поэтому давайте спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Поэтому я считаю, что ключевой момент – это даже не столько привлечение инвестиций, которые, в общем, если с экономикой все будет нормально, придут сами, потому что сегодня в мире денег сильно больше, чем проектов, где можно получить прибыль. Самое главное – это развитие внутренней инфраструктуры, внутренней экономики, прежде всего, малого и среднего бизнеса. Вот в этом месте у вас далеко все не так плохо, как и в многих других регионах, и надо эту линию максимально поддерживать. Прежде всего, надо поддерживать малый бизнес. Это и самозанятость населения, и источник прибыли, которые образуются в местной экономике, а если в местной экономике есть прибыль, то и инвесторы придут. Вот если говорить о таких мерах как раз поддержки малого бизнеса, вы затронули, как вы думаете, примеры какие-нибудь конкретные могут быть? Какая поддержка, если не из федерального центра? Любая. Потому что, на самом деле, начинать новый бизнес, я сталкивался с этим. Я довольно много езжу по регионам, довольно много встречаюсь с разными людьми, и я понимаю, что самое трудное – это, собственно, первый шаг. Ну, грубо говоря, я разговариваю с молодежью, лекцию читаю, и говорю, вот, ребята, начинайте свой бизнес. Они мне говорят, а что такое бухгалтерия? Значит, им нужно создавать инфраструктуру по бухгалтерской поддержке. А что такое баланс? Мы не знаем. Мы вот можем печь пирожки. То есть надо создавать инфраструктуру, которая помогает оформлять вот это самое изготовление пирожков. Как ни странно, у нас этой инфраструктуры нет. То есть у нас люди, которые могли бы что-то делать, и которые могут что-то делать, они абсолютно не в состоянии это превратить из ремесла в бизнес. И вот эту инфраструктуру, там есть и финансовая составляющая, потому что эта инфраструктура в любом случае для регионов будет стоить денег, но в любом случае вот эту инфраструктуру нужно развивать. Если говорить не о малом бизнесе, а о крупном, как вы думаете, какие отрасли стоит развивать в нашем регионе, в условиях ВТО в частности? С ВТО надо бороться. И от ВТО надо защищать. Сейчас уже все поняли, что вступление в ВТО было идиотизмом, просто таким клиническим. Уже немножко девальвировали рубль, чем облегчили жизнь. Но в общем и целом развивать надо все отрасли, которые только можно, потому что я думаю, что в ближайшие 10-15 лет основное направление наше стратегическое будет на импортозамещение. Пока правительство этому сопротивляется в силу того, что оно нас тянуло в ВТО, но в общем уже понятно, что эта ситуация будет меняться. Может быть, тема на это произойдет осенью, может быть, через полгода, может быть, через год, но это точно будет. И к этому надо быть готовым. Ну что, спасибо большое тоже за участие в интервью. Спасибо. Какие сферы экономики достают развивать Чувашия, в частности, в условиях ВТО и так далее? Ну, во-первых, Чувашии нужно развивать то, что у нее есть, потому что за исключением свиноводства, по всему остальному Чувашия выглядит очень хорошо в масштабах нашей страны. Ну и ремонта железнодорожных вагонов, разумеется. Но это то, что от нее не зависит, это внешний потребитель. И самое главное, необходимо превращать свою территорию в технопарк для выявления, развития, коммерциализации принципиально новых технологий, потому что уже через пять лет технологический базис изменится. И тот, кто успеет первым, тот и станет королем мира. Я прошу прощения, тоже я забыла представить. Это Делягин Михаил Геннадьевич, известный экономист, политик российский. И тогда еще один вопрос. Помните, вы говорили о бесперспективности развития солнечной энергетики в России. В частности, о бесперспективности строительства завода «Хейл» в Чувашии. Сейчас вы думаете так же? Или как это изменилось? Вы знаете, в целом солнечная энергетика имеет малый перспектив. Но из любого правила есть исключение. Скажем, сейчас Россия высоединилась с Крымом. Кто в Крыму солнечная электростанция рентабельна, это ЮКУ. Кто будет поставлять солнечные панели в Крым? Для этого достаточно одного завода. Это будет ваш завод или какой-то другой завод. Так что появилась возможность новая, которой не было год назад. И касаемо все-таки экономических форумов, да, глобальные задачи, опять же, понятны, обмен опытом и так далее. Конкретный регион Чувашии, что дает такой форум жителям? Расширение кругозора. Это самое важное. Не замыкаться, грубо говоря, в своей деревне и смотреть, что происходит вокруг. Потому что если год назад мы говорили, что человечество на пороге, то сейчас человечество уже переходит в качественный этап. Мы уже входим. Одни называют это кризис, другой технологический перелом, другой технологический рывок. И в ближайшие три года, ну, знаете, как вот во время жатвы один дед год кормит. Вот в ближайшие три года будут кормить всю нашу жизнь до конца наших дней. Сможем мы это сделать или не сможем, это будет решаться в ближайшие три года. Все понятно. И все-таки про ВТО, если говорить, да, вот мне только что собеседник сказал, что спасение утопающих делает руку самих утопающих. Нам все-таки, как выживать с предприятием Чуваши в слове ВТО, рецепт как? Знаете, казахи, казахов спрашивают, как вы живете между двумя гигантами, между Россией и Китаем? Они говорят, как мышка в клетке с оливами. Очень быстро и очень умно. В рамках ВТО есть лазейки. А Россия в целом в них не пролезет. Но Чуваши в них пролезть может. Спасибо большое. Спасибо вам. Я не прощаюсь. Наш репортаж продолжит пленарное совещание. Уже седьмого по счету Чебоксарского экономического форума. Добрый день, доброе утро, уважаемые дамы и господа, дорогие участники форума. Мы рады приветствовать вас здесь. Сегодня в рамках празднования Дня Республики в столице Чувашии, в Чебоксарах, проводится седьмой Чебоксарский экономический форум регионы России. «Устойчивое развитие». Форум проходит при участии представителей авторитетных российских и международных финансовых институтов, институтов государственного управления, общественных объединений. И сейчас я хотел бы представить экспертов нашего сегодняшнего пленарного заседания, которые, несмотря на то, что пленарные, проходят в форме панельной дискуссии. Мне кажется, это очень хорошо, это гораздо лучше. Итак, Михаил Васильевич Игнатьев, глава Чувашской Республики. Очень рады вас видеть. Владимир Алексеевич Сальников, руководитель направления анализа и прогнозирования развития реального сектора промышленности, Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Российской Федерации. Михаил Геннадьевич Делягин, генеральный директор Института проблем глобализации. Анатолий Геннадьевич Аксаков, заместитель представителя комитета Госдумы по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков. Геннадий Петрович Воронин, президент Всероссийской организации качества, представитель комитета торгово-промышленной палаты по качеству продукции. Михаил Леонидович Хазин, президент компании экспертного консультирования «Неокон». И Дмитрий Эдуардович Гришанков, генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт.РА». И другие почетные гости. Позвольте мне поприветствовать всех участников форума, гостей форума, организаторов, конечно же, которые проделали огромную работу. Выразить уверенность, что наша с вами работа будет интересной, плодотворной и, главное, результативной. И те знания, которые мы сегодня друг другу озвучим, друг с другом поделимся, они не пропадут, они останутся, и мы ими воспользуемся. Сейчас хотелось бы предоставить слово главе Чувашской республики Михаилу Васильевичу Игнатьеву. Добрый день, уважаемые участники и гости сегодняшнего данного экономического форума. Я рад приветствовать всех вас на Чувашской земле. Чебоксарский экономический форум зарекомендовал себя эффективной площадкой поиска решений актуальных бизнес-идей и бизнес-проектов. Здесь устанавливаются полезные деловые контакты, ведутся переговоры по привлечению инвестиций в развитие экономики регионов. Рад видеть в этом зале наших друзей, гостей, всех, кто связывает свои долгосрочные стратегические приоритеты развития с Россией, кто разделяет идеи создания общего экономического пространства. Мир стремительно меняется, на наших глазах происходят колоссальные геополитические, технологические и структурные сдвиги. В своем выступлении на Петербургском экономическом форуме президент России Владимир Владимирович Путин отметил, цитирую, «Одна полярная модель мироустройства не состоялась. Сегодня это очевидно всем, даже тем, кто все еще пытается действовать в привычной системе координат, сохранять монополию, диктовать свои правила игры в политике, торговле, финансах, навязывать культурные и поведенческие стандарты». Регионы России отличаются друг от друга, каждый из них имеет свои экономические, социальные, этнические, культурные, демографические особенности. Но только устойчивое развитие всех субъектов делает Российскую Федерацию сильной и стабильной. Сегодня, несмотря на проблемы, мы можем утверждать, что российские регионы успешно развиваются, повышается уровень жизни наших граждан, улучшается качество услуг, здравоохранение, образование, социальные сферы, есть позитивная динамика в экономике. Впервые за последние 20 лет, можно сказать, в регионах Российской Федерации, да и у нас, могу доложить, демографическая ситуация улучшается, но в то же время есть отдельные вопросы, которые сегодня мы, органы власти, должны разрешать и создавать комфортные условия для жизни жителей своих регионов, но и создавать в то же время инвестиционную привлекательность, чтобы предприниматели без страха вкладывали свои заработанные финансовые средства, свои идеи, свои проекты, а потом уже создавая рабочие места, выплачивали достойный уровень заработной платы. Сегодня Чуваша имеет репутацию стабильного региона, кредитные рейтинги сразу двух международных агентств, Мудис, ФИЧ, с прогнозом стабильный, подтверждают ее высокую кредитоспособность. Согласно данным рейтингового агентства и экспертра, республика входит в первую десятку российских регионов с низкими инвестиционными рисками. Власти Чувашии открыты к диалогу с инвесторами, готовы оказать любую помощь предпринимателям, планирующим реализовать в республике свои бизнес-проекты. Полная информация о стратегических планах и прогнозах правительства республики, перспективных инвестиционных проектов размещена в информационно-коммуникационной сети интернет, открыто и общедоступно. Создан единый информационный ресурс о свободных земельных участках с правоустанавливающими документами. Всего 171 земельный участок, общей площади почти 500 гектаров. И географические расположения в режиме онлайн можете, соответственно, смотреть и оценивать. Хочу обратить ваше внимание, что по итогам аудита фонда «Институт развития свободы и информации» портал «Открытые данные Чувашии» занял третье место в России и первое место среди регионов Привозка и Федерального округа в рейтинге региональных порталов «Открытых данных». Мы все прекрасно понимаем, что без новых производств, модернизации и обновления предприятий внедрение современных эффективных технологий трудно говорить о производстве конкурентной продукции, производительности труда и заработной плате. Поэтому мы стараемся и стремимся создавать комфортные условия для работы реального сектора экономики. Динамика позитивная. Буквально в течение ближайшего месяца у нас откроется целый ряд новых производств. Я могу даже их перечислить. Это новое технологическое производство на предприятии «Оконт», новые производственные корпуса «Экро» на 10 тысяч квадратных метров, «Брестлер», «Экоклинкер», завод по производству солнечных батарей, который реализован господином Вексельберг с участием «Роснана». Особое внимание мы уделяем производству полезной и здоровой сельхозпродукции и используем технологии биологизации. Вы знаете, что на сегодняшний день вопросы про безопасности, обеспечение здоровым питанием наших расстоян, есть определенные здесь вопросы. С точки зрения конкурентоспособности, наши производители конкурентоспособны. Задача наша общая – объединить усилия и лоббировать свои интересы на потребительском рынке. Вопросам охраны окружающей среды уделяется тоже серьезное внимание, ибо вопросы экологической безопасности, они сегодня являются приоритетом государственной политики. Исследователями международной информационной группы «Интерфакс» наша республика признана одним из лучших в стране регионов с точки зрения фундаментальной эффективности и экологической ответственности бизнеса. Развивается малое и среднее предпринимательство, где трудится практически почти каждый третий житель в трудоспособном возрасте. За последние три года субъектом малого бизнеса оказана колоссальная финансовая поддержка, 1 миллиард 150 миллионов рублей, создано 10 тысяч рабочих мест. Сегодня вот с участием Сбербанка мы открыли центр развития бизнеса, где созданы все комфортные условия для наших инициативных, целеустремленных молодых людей, где оказывается и информационная, и консультационная, и все правоустанавливающие документы могут они оформить на этой площадке. Многие крупные, средние и малые предприятия готовы к кооперации с отечественными и международными организациями, заинтересованы в реализации совместных проектов. Буквально вот на днях в Самару приезжают официальные делегации Китая и регионы Привозовского федерального округа, и мы будем подписывать с китайскими провинциями соответствующие соглашения. Это уже второй этап, и этот этап уже воисполнение данных поручений президента Российской Федерации по выстраиванию взаимовыгодных, экономических, гуманитарных отношений между Российской стороной и, прежде всего, Китаем. С 2013 года в Республике внедряются механизмы оценки регулирующего воздействия, что улучшает инвестиционный и предпринимательский климат. Органы исполнительной власти учатся выстраивать диалог с предпринимательским сообществом и иными социальными группами, научными и экспертными организациями. В прошлом году Республика вошла в число 20 регионов, я это хочу отметить, лидеров в рейтинге эффективности деятельности органов исполнительной власти по оценке правительства Российской Федерации. Для нас чрезвычайно важно прежде всего использовать лучшие практики регионов Российской Федерации. У нас есть сильные стороны, и мы даем себе тоже отчет о том, что есть слабые стороны, где мы должны внутренние резервы, используя, преодолевать и побеждать эти слабые стороны. Уверен, что уже в недалеком будущем мы сможем существенно сократить импорт товаров. Вы знаете, государственная политика и президент, и правительство Российской Федерации направлены на импорт замещения, и со стороны силовых ведомств Российской Федерации будут вкладывать соответствующие государственные инвестиции. Поэтому, уважаемые руководители организации Чувашской Республики, надо бороться, драться, участвовать на этих конкурсах и побеждать. И тем самым вы проведете соответствующую диверсификацию своих производств. В заключении позвольте еще раз выразить признательность всем гостям за приезд на Чувашскую землю, желая участникам форума насыщенной, интересной работы и новых полезных контактов. Чувашия – открытый регион и надежный партнер. Благодарю за внимание. Спасибо вам, Михаил Васильевич, за приветственное слово. Прошу вас занять место в панели. Вот вопрос к вам такой. Вы как раз сейчас в том числе дали определение понятия устойчивого развития регионов. И понятно, что здесь цель – это экономический рост, но усиленный экономический рост. В то же время нужно защитить ресурсную базу, защитить природные ресурсы от такого нецелевого использования, ну, грубо говоря, не сжечь топлива будущего. И здесь, наверное, очень важно сотрудничество органов власти на всех уровнях с представителями бизнеса. Вот как вы считаете, как можно стимулировать и власть, и бизнес вот к такому сотрудничеству? Как можно их мотивировать? Как создать комфортные условия для этого? Спасибо за вопрос. На самом деле споры между бизнесом и властью, властью и бизнесом всегда были и будут, ибо мы двигаемся в правильное направление, и рабочие вопросы всегда будут возникать. Самое главное здесь, чтобы эти вопросы не политизировались. Со стороны органов власти Чувашки Республики созданы определенные благоприятные условия для того, чтобы малый и средний бизнес развивался, крупный бизнес развивался, есть соответствующая динамика и количество предпринимателей, которые ведут малый и средний бизнес, у нас динамика увеличивается. И с этой точки зрения на сегодняшний день мы знаем свои слабые стороны, то, что я в приветственном слове сказал, нам надо по максимуму минимизировать и устранять все те сдерживающие барьеры. Мы много создали площадок в виде многофункциональных центров на территории сельских муниципальных образований, на базе модельных библиотек, для того, чтобы молодым людям, кто хочет реализовать свои идеи, могли прийти в такой благоприятный домашний уют, и там были предоставлены соответствующие услуги и ответили на все эти вопросы, которые касаются нашим, соответственно, предпринимателям, кто интересуется, кто хочет реализовать. Но природных ресурсов, я могу отметить, у нас таких больших нет. Мы считаем наш этот ресурс это человеческий капитал, всегда вкладывали инвестиции в человека и человеческий капитал в конкуренции создать всегда конкурентный продукт. Спасибо. Спасибо вам большое. Владимир Алексеевич Сальников, хотелось бы обратиться к вам. Вообще, вот одно замечание по регламенту, пожалуйста, всех прошу не больше пяти минут, чтобы мы успели всем дать слово. Поэтому, если успеем, тогда лучше еще можем по вопросу друг другу задать. Владимир Алексеевич, вот понятно, что для устойчивого развития нужно полноценное использование человеческого капитала. И в то же время нужно внедрять современные методы, современные подходы, стратегии управления, стратегического управления. Но если немножко заострить этот вопрос, то я бы так сказал, что когда идет усиленное экономическое развитие, система становится может быть чуть более патагонной, как это было в Китае, как это было во многих странах Юго-Восточной Азии. В то же время мы декларируем всегда на всех уровнях, что у нас социальное государство. Вот какая стратегия все-таки здесь должна быть? Как вот эти приоритеты краткосрочные выстроить так, чтобы они стратегическим приоритетам не мешали? И каким должно быть социально-экономическое развитие регионов? Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, вот хотел бы отфиксировать, что у нас сейчас происходит в экономике. Мне кажется, это очень важно. У нас сейчас очень много разговоров идет о стагнации, что мы переходим к стагнации, вроде бы роста нет, какой-то вот идет такой негатив. Это довольно странно, на мой взгляд. Почему? Потому что у нас нет стагнации, у нас есть очень медленный рост. Иногда он ускоряется, вот как вчера опубликовал Росстат данные о промпроизводстве 2,8 год к году. Это на самом деле даже выше, чем ожидали практически все. Ну, в апреле было 2,4. Вообще, это низкие темпы, конечно. Это не такие темпы, которые были раньше. Но, тем не менее, это рост. И это очень важно. Почему? Потому что у нас сейчас такое ощущение, что стагнация все больше и больше заползает, так сказать, в головы и вот угнездилась в головах, по крайней мере, у федеральных властей, у многих, так сказать, и особенно, мне кажется, вот в Минэкономразвитии России. Вот это, мне кажется, очень опасно, что ли, с точки зрения перспектив развития. Потому что, если ожидания становятся негативными, то, естественно, что ожидать тогда хорошего в будущем, да? Тем более, что оснований-то для такого пессимизма, на мой взгляд, нет. В России очень большой потенциал роста. Он зиждется, так сказать, на трех, наверное, таких китах с точки зрения спроса. Первое, это, естественно, ненасыщенные рынки, достаточно низкие еще стандарты потребления. Второе, это очень сильная зависимость от импорта с точки зрения, ну, как бы, общемировых закономерностей. Мы, из-за того, что у нас были очень, и остаются достаточно высокие цены на энергоресурсы и некоторые другие сырьевые товары, мы, конечно, очень сильно подсили на импорт, но это в то же время является очень, как раз, действительно, ну, серьезным, серьезной возможностью для роста. Ну, и, наконец, экспортной экспансии, хотя, конечно, это скорее в более далекой перспективе, и пока можно говорить только, может быть, о самом ближнем пространстве. То есть, рост, он возможен и он нам нужен, потому что, если мы хотим решать те социально-политические, социально-экономические задачи, которые перед Россией, ну, просто объективно встанут в ближайшее время и уже встают в полный рост, как говорится, безусловно, рост нам нужен. И рост возможен. Вопрос, конечно, ключевой, как стимулировать. И здесь вот, ну, понятно, в пять минут уложиться сложно. Я бы хотел самые общие моменты, которые на данной, в данной ситуации представляются важными, заострить. Ну, первый момент. В политике стимулирования роста очень важно сейчас, на мой взгляд, развернуться к лидерам бизнеса. В каждой компании, скажем так, вот в любой экономике есть в условиях даже стагнации или спада растущие отрасли, а в каждой, так сказать, падающей отрасли есть растущие компании. Ну, у меня, можно сказать, с собой ноутбук, где много очень таких примеров. Вот журнал «Эксперт», например, проводит, да, очень хороший, на мой взгляд, полезный проект по газелям, то есть это такие наиболее быстро растущие компании. Но газели газелями, газелей мало. Но за газелями скрывается второй эшелон, так сказать, просто не очень быстро, но уверенно устойчиво, долго растущих компаний. Это вот настоящие лидеры бизнеса, которые растут, причем не за счет, так сказать, захватов каких-то или еще чего-то, а повышая эффективность за счет, так сказать, эффективного роста. Вот эти эффективные лидеры бизнеса, они понимают, как расти вот в нынешних непростых условиях. И именно к ним должен быть сейчас произведен разворот, чтобы понять, какие наиболее актуальные барьеры для роста существуют, чтобы именно лидеры бизнеса говорили, какие реальные барьеры надо устранять в первую очередь, потому что ресурсов мало, и приоритизация усилий, это, конечно, одно из основных, так сказать, правил, которые сейчас должны выполняться. Времени мало, здесь можно продолжать, но второй момент, это, конечно, в каких-то секторах нужно стимулировать конкуренцию. У нас достаточно такая высокомонополизированная, так сказать, система, и в отдельных секторах это мешает росту эффективности. Если же это естественные монополии, то там нужно заниматься более, как бы, что ли, строго, иметь политическую волю к техническому регулированию, еще к каким-то вещам, но заставлять повышать эффективность? Потому что эффективность, конечно, в нашей экономике очень и очень невысока. И, по-моему, еще один момент, который важен, это, конечно, нужно разрабатывать программы по повышению эффективности каких-то крупных, но сильно технологические технологические и по эффективности отсталых анклавов, не обязательно монопольных, или полумонопольных, или непонятно как монопольных, но где действительно есть провалы эффективности. Плюс надо искать просто, ну это типа как ЖКХ, хотя это не самый лучший пример, там очень все тяжело и сложно, но это как просто образ ЖКХ. И последний, наверное, момент. Нужно искать сверхэффективные решения. Иногда одно простое решение может, знаете, ну там, вот, как говорится, замах может быть действительно на копейку, а удар на рубль. Вот приведу просто один простой пример. Если взять, пока этого нет, но если взять обезличенные, деперсонифицированные, то здесь никакая личная информация не раскрывается. Если взять данные сотовых операторов о перемещениях всех, так сказать, сотовых телефонов по всей стране и внутри городов, убрав оттуда персональную информацию полностью, то есть как бы чтобы все было только под какими-то кодами. Вот эта уникальная база данных, которая может повысить эффективность работы нашей транспортной системы в России, ну, где-то процентов на 10 в ближайшие там 5 лет. Почему этого не сделано, я до сих пор не понимаю, потому что это, ну, в общем, приближается к триллионам рублей эффекта экономического. Вот такое простое решение. Причем ничего не надо делать, даже никаких проектов. Просто откройте эти данные, сделайте так, чтобы операторы, ну, как бы, продали эти данные государству, а государство уже там с ними что-то сделало. Причем, подчеркиваю, деперсонифицированные. Ни о каком раскрытии личной информации здесь не будет идти речи. Спасибо. Спасибо большое. Но главное, вот, самую последнюю, самую последнюю фразу до них донести, до сотовых операторов, а то они перепутают и личные данные. Вы помните, какой был скандал с айфонами, которые фиксировали перемещение каждого и даже составляли… Нет, нет, это важно. Это как пример. На самом деле, это, во-первых, пример, а во-вторых, здесь, конечно, важны нюансы, и они везде важны нюансы. Нет, вы совершенно правы, потому что это была бы действительно полезная аналитика. Михаил Геннадьевич, вот вопрос к вам. Я, честно скажу, за вами очень внимательно слежу, не путем сотового телефона, а путем интернета. И, в общем, ваши оценки, ну, они бывают разными, они не всегда бывают позитивными и самыми оптимистичными, скажем так. Как вам кажется, вот, ваш прогноз относительно, и вообще прогнозы экспертов относительно развития России и Чувашской республики более фокусно? Ну, насчет развития Чувашской республики, я сразу скажу, что самым главным фактором конкурентоспособности в ближайшие пять лет будет уровень культуры. Не в смысле знания Достоевского и Пушкина, а в смысле уровень повседневной культуры. И поскольку Чувашия по этому параметру находится на очень высоких позициях, я очень много езжу по России, я просто могу сравнивать, то у вас хорошие предпосылки. И для относительно небольшого региона, даже в тяжелых общеэкономических обстоятельствах, можно найти локальные рынки и отдельные возможности, которые, грубо говоря, недоступны для всей стране, но вполне доступны для региона. Что касается страны, мы привыкли жить в условиях угрожающего торможения роста. В последние годы рост неуклонно тормозился. В этом году, благодаря ослаблению рубля, которое нанесло нам огромные потери, которое вызвало панику, и все, что говорят про последствия украинского кризиса для России, это на самом деле последствия неаккуратно проведенного ослабления рубля. Но тем не менее, благодаря этому, нам удалось это торможение роста приостановить. У нас не только промышленный спад сменился промышленным ростом. У нас качественно улучшилась структура промышленного роста. Он идет практически исключительно за счет обрабатывающих отраслей. В прошлом году у нас был спад 1,1 по итогам 5 месяцев. В этом году рост на 3,2%. У нас затормозился инвестиционный спад с 7 до 3,5%. У нас уверенно профицитный федеральный бюджет 1,4% по итогам 5 месяцев. При этом он уверенно профицитен не за счет зажимания расходов, к чему мы привыкли, а за счет получения сверхдоходов, от чего, в общем-то, все уже отвыкли. А инфляционная волна, вызванная ослаблением рубля, она осталась в марте-апреле. Сейчас она, в общем-то, преодолена. И в июне, и в мае мы идем по инфляции, по крайней мере официальной, на уровне прошлого года. И даже рост ВВП чуть выше, чем в прошлом году. Это совершенно недостаточно, потому что экономический рост ниже 5,5% для нашей модели экономики означает невозможность среднесрочного поддержания социально-политической стабильности. Это недостаточно, потому что в большинстве регионов России и основная масса населения сталкиваются со снижением реальных доходов с лета прошлого года. И этой весной снижение реальных доходов приобрело некоторый качественно новый характер. У нас начинается кризис потребительского кредитования, кризис невозврата потребительских кредитов. Но, тем не менее, затухание экономического роста временно приостановлено. Я думаю, что поскольку еще одна волна ослабления рубля в этом году все-таки произойдет, в этом году в экономический спад мы не сорвемся. Воссоединение с Крымом дало огромную волну социального оптимизма, огромную волну уважения к власти в нашем обществе. Которая обеспечила нам еще один год стабильности. И хотя, если, скажем, полтора года назад спрашивали, что такое ВТО, то сейчас спрашивают, как нам выскочить из ВТО, из-под этих ограничений. Тем не менее, мы имеем год выигрыша, минимум год, может быть больше, но год это минимум, который нужно посвятить организации экономически эффективного развития. Нужно понимать, что впереди не только системный кризис российской модели, нашей нынешней, сложившейся в 1991 году, впереди достаточно глубокий мировой кризис. И победителем будет тот, кто создаст качественно новые технологии. Эти новые технологии, в принципе, сейчас уже понятны. Это смена воздействия на материалы, материальное воздействие воздействием полей. Это биотехнологии, новая медицина, новые технологии обучения. Это интеграция информационных, индустриальных технологий на таком уровне, что информационные технологии уже переделывают индустриальные. Кто это начнет делать, кто за счет этого сможет создать хотя бы ростки новых технологий, тот будет победителем, и для того предстоящий кризис будет эрой благоденствия, потому что все крупные состояния, крупнейшие, создаются именно в условиях кризисов. Ну и на это накладываются, естественно, традиционные вещи, что нужно ограничивать произвол монополии и повышать эффективность деятельности государственного управления. Спасибо. Благодарим вас. Теперь вопрос к вам, Анатолий Геннадьевич Аксаков. Вы, помимо того, что депутат Госдумы, еще и президент Ассоциации региональных банков. И вот здесь очень интересный вопрос, как раз в продолжении того, что Михаил Геннадьевич говорил. Это новые технологии. Понятно, что высокотехнологичные производства требуют капитальных вложений, требуют инвестиций. Но, как мы понимаем, банки, особенно сейчас, да и вообще всегда в наукоемкие отрасли, производства не очень охотно вкладывают деньги, потому что это огромные риски. Вот какова сейчас с этим ситуация? Как вы думаете, можно стимулировать банки к таким инвестициям? Какие условия создать? И какова роль именно региональных банков в этом смысле? Спасибо. Ну, я прежде всего хотел поблагодарить руководство Чувашской Республики за приглашение на форум. Я ежегодно принимаю участие. И ответить на вопрос, который из зала мне уже, так сказать, многие задают, много знакомых моих сюда приехало, в том числе из Москвы, показывают на мою руку. Все нормально, ребята, так сказать, жить буду. Так что не беспокойтесь. Спортивная травма. Что касается финансирования, кредитования новых технологий, вы знаете, ну, статистика не выделяет, сколько кредитных ресурсов выделяется, направляется на какие-то технологичные проекты, нетехнологичные. Статистика определяет кредитование физических лиц и нефинансовых организаций, то есть предприятий, в том числе реальный сектор. Вот с начала года мы имеем более чем двукратные, более высокие темпы роста кредитования реального сектора, ну, юридических лиц, по сравнению с пятью месяцами прошлого года. И это вроде бы такая отрадная картина, но она связана с тем, что заимствования для наших предприятий стали сложны за рубежом, ресурсы за рубежом стали либо дорогими, либо их вообще не дают, ну и наши предприятия, в том числе крупнейшие, вынуждены обращаться к российским банкам. Благодаря этому статистика улучшилась. И подтверждение этой мысли, кредитование малого бизнеса как раз растет в два раза медленнее, чем это было, к сожалению, в прошлом году. Ну и в том числе в малом бизнесе работает много наукоемких предприятий, может быть, даже в основном там эти предприятия сконцентрированы. Соответственно, здесь мы имеем определенные проблемы. Как их собираются решать? Ну вот за этот год, который прошел с предыдущего форума, произошли очень большие, я бы сказал, революционные изменения в законодательстве. Первое, отменено ограничение по рефинансированию банков по срокам. Всегда Центральный банк выдавал кредитные ресурсы не более чем на год. Это было записано в законе. Сейчас это ограничение полностью снято. Соответственно, уже Центральный банк будет рефинансировать под длительные сроки. На первом этапе предусмотрено, что такие ресурсы будут давать на три года под 6,5%. Но 6,5% складывается из чего? Ключевая ставка 7,5% минус 1%. Если ключевая ставка будет снижаться, то, соответственно, и процент, по которому Центральный банк выделяет деньги под залог инвестиционных кредитов, будет снижаться. Ну и надо здесь также иметь в виду, что маржа между ставкой, которую устанавливает Центральный банк, и кредитом, который банки доводят до конечного потребителя, не более 2%. Соответственно, это 8,5%. Это такое важное направление. Плохо что? Какое ограничение? Пока такие ресурсы предусмотрено выделить только крупнейшим банкам. Они должны иметь капитал 50 миллиардов рублей. Ни одного регионального банка такого нет. Вот вчера в Госдуме мы обсуждали отчет Центрального банка, выступала Набиулина. Как раз я поставил вопрос о том, чтобы снизили эту планку и вообще придумали другие требования, которые выявляют устойчивость банка. Потому что крупный банк, имеющий большой капитал, это не означает, и практика показала, что он устойчивый банк. Надо определить другие критерии устойчивости и выделять, соответственно, ресурсы организации. Набиулина сказала, что это первый этап, мы сейчас отработаем схему, и она согласна с тем, что требования надо изменить. Для того, чтобы банки с меньшим капиталом, но вполне устойчивые, могли работать с этим ресурсом. Далее, создано агентство кредитных гарантий. Будут выдаваться гарантии под кредитование малому и среднему бизнесу. Это снижение рисков, значит, в том числе и наукоемкие, технологичные предприятия смогут получать деньги. МСП-банк, у него есть свои программы кредитования, в том числе на модернизационные и инновационные проекты, под относительно низкий процент, там, по-моему, под полставки рефинансирования они выделяют деньги, региональным банком в том числе, кстати. И, соответственно, региональный банк может выделить относительно дешевый кредит на модернизацию, технологическое перевооружение. У самого же МСП-банка есть гарантийный фонд размером 40 миллиардов. И он может также вместе с регионами, вместе со своими партнерами в регионах гарантировать кредитование малого и среднего бизнеса. И, соответственно, поддерживать, в том числе, технологичные предприятия. Причем установка в МСП-банке, здесь представители, кстати, есть, они сегодня будут выступать на круглом столе. Установка такая, прежде всего, поддерживает предприятия реального сектора. И прежде всего, все, что связано с модернизацией, с технологическим перевооружением. И последний момент, за неимением времени на нем остановлюсь. Мы приняли в прошлом году закон о секьюритизации. Это закон превращения кредитов, предоставленных бизнесу, в ценные бумаги. И, соответственно, банки теперь будут по этому закону превращать кредиты, предоставленные, например, малому бизнесу, среднему бизнесу, да любые кредиты, в ценные бумаги и закладывать эти ценные бумаги в Центральном банке. ЦБ готов на это пойти. Ему удобнее принимать залог ценной бумаги, чем какие-то кредиты, вот в том числе инвестиционные, которые надо внимательно изучать. Ну и в законе о секьюритизации мы предусмотрели нормы, связанные с проектным финансированием. Вот по закону о секьюритизации теперь компания, инициатор проекта, может создать проектную компанию. И если даже инициатор проекта обанкротится, проектная компания продолжает жить, проект реализовывается, и тот финансовый поток, который формируется благодаря реализации проекта, идет на погашение, в том числе кредитов, предоставленных банков на реализацию проекта. Это снижение рисков, довольно существенное снижение рисков, и, соответственно, банки охотнее будут идти на то, чтобы участвовать в проектном финансировании. Спасибо. Большое спасибо. Действительно, вы правы. Столько сейчас говорят о том, что много денег, много денег, и даже есть какое-то большое количество лишних денег, которые нужно куда-то пристроить. Но когда заходит речь о вложениях в наукоемкие производства, в инновационные сектора, то действительно сразу же возникает масса барьеров, и вот дай бог, чтобы все, о чем вы говорили, это быстрее все реализовалось. С точки зрения устойчивого развития, конечно, встает периодически вопрос качества, качества товаров и услуг. И хотелось бы сейчас обратиться к Геннадию Воронину, президенту Всероссийской ассоциации качества. Вот в условиях жесткой конкуренции российским предпринимателям нужно быть готовым к тому, что действительно нужно очень, ну как бы, менеджмент качества должен быть достаточно жестким. Вот в чем вы видите основные проблемы в этом смысле? Это все-таки качество товаров, или это качество менеджмента, или качество человеческого капитала? Вот что нужно, на что нужно в первую очередь обратить внимание? Ну, во-первых, меня слышно? Да, вас слышно, отлично. Уважаемые коллеги, значит, будет два мероприятия. Я провожу круглый стол по качеству, и на этом круглом столе я расскажу, поделюсь опытом с руководителями, и те эксперты, которые будут, расскажу, как я в течение полутора лет на заводе достиг нулевых рекламаций. То бишь, у меня на заводе завод 10 тысяч рабочих, делает сложнейшую продукцию радиоэлектронную для подводных лодок, рекламаций было много, большая кооперация. Как я это сделал, я считаю, вот, поделиться опытом для меня это самое главное. Значит, другая секция, которую проводит, значит, Михаил Делягин по ВТО, я расскажу про импортозамещение. Так случилось, что в период распада Советского Союза я в течение двух лет из стран СНГ 100% перевел всю продукцию в Россию. Как это сделать? Кому будет интересно, пожалуйста, приходите на это мероприятие, я тоже расскажу. Но вот на круглом столе по качеству мы смотрим ведь не только разговор о качестве продукции, конечно, главное это качество управления, а потом уже все остальное. Мы будем слушать вопрос качества образования, качества здравоохранения. Это очень и очень важно. Поэтому за пять минут здесь все не расскажешь. Но есть еще одна интересная деталь. Мне приходилось писать статью «Критерии качества управления государством». И мне сказали, сделай один критерий только. Не пять, десять, сто, там, один критерий качества управления государством. Я его вывел, я считаю, главный критерий – это какое поколение людей государство готовит к завтрашнему дню. И поэтому качество образования, начиная с детского сада, воспитания детей, потому что качество в первую очередь – это не технология, хотя это да. Это не станки, хотя это да. Самый главный критерий качества – это нравственность. Нравственный человек, где бы он ни работал, в институте, на производстве, он будет делать качественный продукт. Если говорить о цифрах сегодня, ну, для форума они грустные немножко, но у нас по отдельным видам продукции пищевой фальсификат – 40%, 50%, 70%. Это очень грустно. Поэтому приглашаю всех на круглый стол, и там я все это расскажу. Ну, спасибо. Я надеюсь, что на этом круглом столе прозвучат также какие-то мысли о том, почему иногда люди, которые действуют безнравственно, поставляют фальсификат и пренебрегают качеством, они, тем не менее, достигают больших успехов в бизнесе и больше выручки, да, и, соответственно, прибыли. Да, это я все равно. Вот каким образом вот это пресечь, да, то есть как убедить их в том, что все-таки этого делать нельзя, пока еще, ну, надеюсь, что вам это удастся. А, ну, я вот расскажу о примере конкретного предприятия. Конкретного предприятия, все меры, которые были приняты, и каков результат. Это самое главное. Отлично. Антон Викторович, можно? Конечно. Я просто вспомнил, как Геннадий Константинович защищал систему стандартов, которая сформировалась в советское время, и она имела много достижений, и которые сломали. И из-за этого сейчас, в том числе, вот те факты, контрафакты, продающиеся у нас в России, очень много. Мы недавно в Госдуме проводили круглый стол, я его проводил по инициативе правительства Чувашии, кстати. И была тема защиты внутреннего рынка от бэушной техники, которую к нам сбрасывают наши иностранные партнеры, создавая нездоровую конкуренцию. Причем, для того, чтобы войти на российский рынок, этим иностранным компаниям надо купить за 15 тысяч рублей сертификат, и дальше они могут делать все, что угодно, без всякого контроля. И это, в том числе, результат ломки тех норм, которые существовали в системе стандартов Советского Союза. Сейчас мы договорились, что будут приняты решения, которые позволят все-таки усложнить заход на наш рынок и сделать так, чтобы сюда приходила не бэушная техника, а действительно та, которая необходима и на высоком качественном уровне находится. И благодаря этому, в том числе, и Чувашские предприятия, такие как Сеспель, ну и электротехнические предприятия будут успешнее конкурировать. Ну, я вдобавок еще скажу все-таки для всех, тот долгожданный закон о стандартизации, который просто закапывали, не хотели выпускать, и в первую очередь Министерство экономического развития, для меня это было удивительно. Я два раза в Торгово-промышленной палате России проводил круглый стол по этому закону. Наконец-то закон, ну, наверное, я так думаю, в осенней сессии будет принят. Он на самом деле очень нужен. Он влияет на качество продукции. Спасибо. Михаил Леонидович Хазин, глава компании «Неокон». Вот сейчас многие очень много говорят об ухудшении конъюнктуры товарного рынка. Во-первых, как вы оцениваете, действительно ли есть такое драматическое ухудшение этой конъюнктуры? И какие изменения, если да, то какие изменения произошли в экономике в этой связи, как их можно решить? Ну, у меня достаточно пессимистичный взгляд на общую экономическую конъюнктуру. В мире, а в нашей стране ситуация повторяет мировую. И, собственно говоря, главной нашей задачей, как мне кажется, является как раз отрыв от этой самой мировой конъюнктуры. Потому что та линия, которая была последние 20 с лишним лет, мы должны жить как все. При этом предполагалось, что все растут, и поэтому мы должны расти вместе со всеми. Сегодня, когда весь мир падает и находится на грани очень серьезного спада, который, скорее всего, произойдет до конца 2015 года, я не очень понимаю, почему мы должны идти за миром. Нам это совершенно ни к чему. Более того, в связи с колоссальной деиндустриализацией, которая прошла за последние 20 с лишним лет, у нас есть довольно мощный потенциал роста. Я уже много раз приводил эти цифры и повторю их еще раз. Мы импортируем где-то на 400 миллиардов долларов в год. При этом 200 из них мы можем заместить без каких бы то ни было проблем. Единственное, что нам надо немножко изменить кредитно-денежную политику и налоговую, потому что они абсолютно запретительные с точки зрения реального производства. И как только мы это сделаем, мы становимся территорией, на которой можно привлечь примерно, ну где-то 2-4 триллиона долларов лет за 10, а с доходностью примерно 10%. Нигде больше таких условий сегодня в мире нет. И почему мы целенаправленно отказываемся от этой политики, это надо спрашивать правительству, которое упорно не желает отказываться от уже, в общем, полностью скомпрометированных экономических принципов. А тем не менее, если мы посмотрим на сегодняшнюю российскую ситуацию, она негативная. Я работал в разного рода статистических институтах еще при советской власти в конце 80-х годов, и поэтому я к любой статистике отношусь с некоторым недоверием. Я слишком хорошо понимаю, что можно очень легко без особых затрат двигать такие вот базовые показатели плюс-минус 3%, так что никто ничего и не заметит. У меня внутреннее убеждение, что мы падаем последние полтора года, где-то с конца 2012 года. Официальные данные говорят, что даже в Москве, где, в общем, ситуация лучше, чем в среднем по стране, падение жизненного уровня населения в последнее время 25%. Это очень много. Я много езжу по стране, рынки резко сокращаются. И есть просто прямые показатели. Например, в большинстве городов страны резко сокращается наполняемость арендаторами бизнес-центра. То есть люди выходят из бизнеса. И можно сколько угодно какими-то цифрами закрывать эти вещи, но, в общем, все, кто работает в реальном бизнесе, это видят. И поэтому нужно понимать, что нас неизбежно ждет изменение экономической политики. Ну и кроме того, имеются объективные политические причины. Как бы Украина четко совершенно показала, что мы не можем больше ориентироваться на внешние рынки, которые в любую секунду могут по абсолютно внеэкономическим причинам радикально изменить отношение к нам. Ведут какие-нибудь санкции или еще чего-нибудь в этом роде. По этой причине импортозамещение нас ждет. Об этом уже говорит министр промышленности. Еще год тому назад такие слова были абсолютным табу для правительства. Они еще пока ничего не делают, но это будет делаться. Есть еще одно очень важное обстоятельство. На протяжении 20 лет, ну, за очень небольшими исключениями, 20 с лишним, вся концепция финансового управления экономикой строилась по следующему принципу. Из регионов все отобрать в Москву, а потом что-то по капле, по чайной ложке выдавать. Вот сегодня эта концепция больше не работает. А Москва, не понимая, как устроена реальная экономика на местах, уже своими налоговыми фокусами последних двух лет в силу бюджетных проблем фактически ликвидировала малый бизнес в стране. Ну, на фоне того, что было. Абсолютно очевидно, что это все придется менять в течение ближайших, ну, полутора-двух лет. А может быть и раньше. Просто потому, что иначе жить будет невозможно. И абсолютно очевидно, что придется давать больше свободы регионам. Вот нужно понимать, что сегодня очень скоро Москва объявит регионам, что спасение утопающих дело рук на самих утопающих. Что денег федеральных не будет. Многие уже это понимают. Я был где-то полгода назад в Казани осенью, и мне там уже открыто говорили, мы понимаем, что больше нам денег не дадут. По этой причине надо максимальным образом развивать сегодня все механизмы внутренние. Надо стимулировать малый бизнес прежде всего, как ту почву, на которой вообще развивается экономика. Надо стимулировать средний бизнес и понимать, что в условиях, когда в мире денег много больше, инвестиционных денег, во всем мире инвестиционных денег много больше, чем проектов, из которых можно извлечь прибыль, любой регион, в котором есть устойчивая возможность получения прибыли, даже незначительная, будет чрезвычайно привлекательным. И в этом направлении нужно двигаться. Спасибо. Спасибо большое, Михаил Ильич. Хотелось бы особо отреагировать на вашу реплику по поводу наполняемости бизнес-центров. Это может быть связано в том числе и с действиями правительства в отношении индивидуальных предпринимателей, которым повысили социальные отчисления. И я, например, как в том числе индивидуальные предприниматели, я это на себе почувствовал. А небольшие бизнес-центры, которые на окраинах городов расположены, в небольших городах, там ИПшники как раз немалое место занимают. Но у нас сегодня обо всем понемногу, с одной стороны. С другой стороны, все это части одной мозаики. И мы вот сейчас такую экспозицию сделаем для дальнейших круглых столов. Сейчас хотелось бы пару слов сказать о национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Вообще рейтинги сейчас, рейтинги регионов, губернаторов, глав сейчас стали довольно модным таким явлением. И хотелось обратиться в этой связи к Дмитрию Эдуардовичу Гришанкову, генеральному директору рейтингового агентства «Эксперт-РА». Вот понятно, что действие власти, действие региональных властей для улучшения инвестиционного климата – это такой принципиальный показатель и динамический параметр, а не статичный, который просто фиксирует состояние экономики в регионе. И действительно, это гораздо более важно с этой точки зрения смотреть. Как Вы оцениваете состояние региональных бюджетов и кредитоспособности субъектов с точки зрения такого рейтингового мышления? Спасибо большое. Мне очень приятно присутствовать на этом форуме. Огромное спасибо за приглашение. Это реально для меня большая честь. Ну, начать хочу с такой технической подробности. Прошу не считать это нескромностью. С сегодняшнего дня я не генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт-РА». Я с сегодняшнего дня президент международной группы «РАЭКС». Это международная группа рейтинговых агентств «Эксперт», в которую входит агентство пяти стран мира. У нас шесть офисов. Но на самом деле это не сегодняшнее событие. У нас эти офисы существуют уже более года, вот именно в такой конфигурации. Но сегодня, вот для меня, я считаю, эпохальный центр, эпохальный день, потому что мы сегодня присвоили первый рейтинг по международной шкале нашим европейским офисам. Я сейчас в двух словах объясню, в чем революционность этого события. И первый рейтинг, как вы догадываетесь, это получает Республика Чувашия. Это рейтинг кредисспособности Республики Чувашия. В чем тонкость? Все мы знаем, что есть большая тройка «Стендерпульс», «Мудис», «Фич». Все мы их знаем. Все мы знаем, что они работают в России, и все мы знаем, что они присваивают какие-то рейтинги. Сейчас не будем говорить плохие, хорошие, может быть, очень хорошие. Но когда мы попытались сделать то же самое в Европе, для того, чтобы двинуть как-то наш бизнес в Европу, в Америку, в Азию, нам сказали, нет, вы не можете этого делать. Почему? Потому что ваш офис находится в России, и европейский регулятор не имеет возможности его наблюдать. Россия не является членом Евросоюза, будьте добры, пойдите в ООН. Вот, к сожалению, наши власти, наш регулятор сейчас только подходит к этому пониманию, что как раз международные агентства работают с нами из-за океана, никто их не контролирует, что они делают и как делают. Никто не знает, а неплохо бы это знать. Ну или хотя бы взять с них подписку, что они завтра не отзовут рейтинг, потому что если этот рейтинг используется, он должен использоваться долгое время. И вот по этой причине мы вынуждены были сделать офисы в нескольких странах мира, в частности во Франкфурте, и нанять людей, которые являются гражданами Евросоюза. И присваивая рейтинг, мы теперь присваиваем две оценки, одна российским офисом, другая германским офисом, и это является дополнительной гарантией качества. Более того, я как президент группы не имею права вмешиваться в работу немецкого офиса, как это не смешно, я могу ее запустить и так далее. Теперь в двух словах о ситуации в плане финансовой устойчивости, кризиспособности регионов и так далее. Ну, наверное, нет смысла говорить, что ситуация с бюджетами регионов резко ухудшилась в последние годы, доходы, мягко говоря, не растут, а если сделать поправку на инфляцию, они, вообще говоря, падают, увеличивается дефицит бюджетов, соответственно, расходы, они просто растут, причем растет очень сильно та часть расходов бюджета, которые нельзя сократить, это расходы на социальные нужды, и они, ну, практически не сокращаемы. Если 10 лет назад эта часть в бюджете регионов в среднем составляла где-то 45%, сейчас это больше 60%, около 62%, да, то есть, соответственно, регионы попадают в такие ножницы, это общая беда всех регионов России, каждый выбирается из этой ямы как может, у каждого есть свой рецепт, потому что общего рецепта, наверное, здесь нет. Но скажу одно общее соображение, которое корреспондируется с тем, что говорили коллеги до меня. Вот если нарисовать регионы четырех стран России, США, Китая и Германии, я, к сожалению, не могу показать этот слайд, но я его опишу, и вы его живо представите. Вот представьте себе, что футбольное поле, это вот график по одной оси, это долг региона по отношению к ВРП в процентах от нуля до ста, ну, вот, соответственно, вот от ворот до ворот, да, а по вертикали это дефицит бюджета, да, соответственно, посерединке это нулевой дефицит бюджета, дальше профицит, ниже там дефицит 2%, 4% и так далее. Вот если всю эту картинку нарисовать в виде футбольного поля и расположить там команды четырех стран, регионы, я имею в виду именно регионы, российские, германские, американские и китайские, что мы увидим? Мы увидим, что все российские регионы, за очень редким исключением, они не то что в штрафной площадке, они где-то почти в воротах находятся, у них относительно маленькие задолженности, потому что их жестко регулируют, у них более или менее все нормально с дефицитом, а регионы Америки, Германии и Китая, они разбросаны по всему футбольному полю. У кого-то задолженность 100%, у кого-то 60%, у кого-то дефицит 10%, у кого-то 0%, и никого это не волнует. Большинство этих регионов имеют вполне приличные кредитные рейтинги. Вот почему, спрашивается, то есть у них такая степень свободы бегать по всему полю, а мы за пределы штрафной площадки выйти не можем. Очень просто, потому что все эти регионы, они имеют возможность привлекать деньги под 1-2%, и не на 1-2 года, а на 15-30 лет. Вот и все объяснение степени свободы регионов. Я надеюсь, что мы движемся в правильном направлении, и вот мы с Анатолием Геннадьевичем, с Ассоциацией России сейчас работаем над разработкой очередной концепции развития финансового рынка, в которой попытаемся провести меры, которые дадут доступ к трудным деньгам. Можете сказать, что мы мечтатели, ничего подобного. Мы в 2007 году уже такое упражнение сделали, процентов 60, даже, я думаю, 70. Из этого Анатолий Геннадьевич лично выполнил и провел через Думу, вот из того, что мы написали. Поэтому я думаю, что движение есть. Теперь о результатах нашей работы. Вот у меня здесь находятся два сертификата, один от российского офиса, другой от немецкого офиса. Прежде всего, когда мы обсуждали итоги, нас кто-то спросил, на каком месте Чувашия находится. Ну, вы понимаете, кредитный рейтинг, это не место, это ступеньки, которые обозначаются соответствующими буквами, там, A, B, C и так далее. Но я вспомнил ответ на такой же вопрос одного руководителя страховой компании 15 лет назад, когда мы присваивали первые рейтинги страховым компаниям. Он сказал, а я на первом месте, потому что никто, кроме меня, этого рейтинга не имеет. И я показал, что я информационно открытый, а какая ступенька меня в данный момент не волнует, потому что над этим мы еще поработаем. Ну, и по результатам. Я могу сказать, что мы исследовали республику, и я могу сказать, что по нашим наблюдениям, все, что связано с финансовыми, не только с финансами, но вот с финансами в особенности, потому что это нас волновало в первую очередь, обстоит очень благополучно. Руководство республики очень грамотно управляет бюджетом, и если в среднем по России увеличился дефицит бюджетов в два с половиной раза, то в республике оно упал на 8% пунктов, даже с лишним. Соответственно, с задолженностью тоже все дела обстоят нормально, и это мы отметили в своем рейтинге. И поэтому результат нашего рейтинга, я хочу сейчас главе республики вручить сертификаты, он следующий по национальной шкале, это наш российский офис, это рейтинг А+, это практически последняя ступенька перед страновым рейтингом, страна это А++, по международной шкале это АА, страна это BB, то есть это тоже крайне близко к самому верху. И мы считаем, что это заслуженная оценка, с чем я всех вас поздравляю, и Михаила Васильевича в особенности. Спасибо. Спасибо большое. И главное, что, Дмитрий Юрьевич, что немецкий офис не заблокировал это решение и подтвердил его. Меня спрашивали корреспонденты перед началом форума, какая польза от этого форума, есть ли какие-то результаты. Два года назад я вел круглый стол, участвовал то ли Иван Иванович, то ли Ноздряков, я не помню. И я предложил, чтобы они получили, я имею в виду Чувашия, рейтинг эксперт ИРА, потом приехал в Москву, рассказал Дмитрию об этой ситуации, и вот видите результат. Спасибо. Вы стали, можно сказать, отцом-основателем вот этого присвоения. Ну что ж, теперь хотелось бы обратиться к нашим экспертам в зале. В связи с этим просьба просто в режиме таких блиц-ответов действовать, потому что регламент у нас достаточно жесткий, а это, в общем, путь самодисциплины, это путь к успехам в экономике. Очень важны проекты, конкретные проекты, которые реализуются в регионах, в том числе в Чувашской республике. И вот хотелось бы в этой связи обратиться к президенту NFTEK Innovation, господину Кейну. Имеет ли компания NFTEK намерение в дальнейшем локализовать производство энергоустановок в России и в частности запустить пилотный проект в Чувашской республике? Продолжение следует... для речи отливки, или также использовать отливки в строительстве для создания, как создание электричества и отливки для строительства. И наш план пытается создать системы производства здесь, в этом районе, чтобы улучшить стоимость для этого типа использования. Это новая технология, но в нашей factory, в Суизе, мы уже делаем самую продукцию. И наш цель сейчас – идти на массовую продукцию. И поэтому мы здесь, чтобы посмотреть партнеров, чтобы привести технологию сюда. Спасибо. Теперь надеюсь на перевод. Хотя бы о главном. Да, здравствуйте. Мистер Малек Канн представляет швейцарскую компанию «Инефтек». То есть мистер Малек, он был изобретателем технологии «Инефтек». Это энергосберегающая машина, которая позволяет генерировать любые виды тепла и газа в электроэнергию. Это позволяет получать дополнительный источник энергии и в планах у них предоставить Чувашской Республике такую возможность и запустить завод по производству, участвовать в пилотном проекте по запуску энергосберегающих машин в Чувашской Республике. Все верно, да? Благодарим вас. Спасибо. Слово хочу предоставить тоже в таком экспресс-режиме главному инженеру Горьковской железной дороги, это филиал УАО «РЖД», Александру Николаевичу Рябкову. Сейчас очень много говорят о проекте строительства высокоскоростной магистрали «Москва-Казань». И, конечно, не только Татарстан, но и соседние регионы ожидают достаточно существенного экономического эффекта. Вот скажите, какова все-таки судьба этого проекта и для Чувашской Республики, когда можно ожидать какой-то эффект, какую-то пользу от него? Добрый день. Во-первых, хотел выразить признательность за то, что пригласили на этот экономический форум. Действительно, этот проект очень важен с нашей точки зрения и очень непростой. Понятно, что та финансовая нагрузка, которая сегодня под этим проектом находится, она достаточно высока. Но вместе с тем я бы хотел обратить внимание, что сегодня компания «Российские железные дороги» проведены все подготовительные работы для реализации этого проекта. Предпроектное обоснование получило положительное заключение. И мы готовы к началу проектных работ. Совместно с субъектами Российской Федерации выбрана трасса прохождения, участка Москва, Чебоксары, Казань. И здесь тоже как бы есть полное понимание с руководителями субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день можно говорить, наверное, о синергетическом эффекте, который может при его реализации достигнуть быть на полигоне вот здесь территории, которые имеют тяготение к данной магистрали. Достаточно сказать, что если от Чебоксара до Москвы можно будет добраться за 2 часа 50 минут из одного центра города в другой, конечно, это изменит полностью и облик, и экономику. Ведь при строительстве данного объекта потребуется и строительство смежных автомобильных дорог. Это порядка 170 миллионов кубометров различных инертных грузов. Вообще это, я считаю, новый уровень развития промышленности и предприятий, которые должны будут поставлять продукцию для этой высокоскоростной магистрали. Это и металлопродукция, это и железобетон и все остальное. Поэтому мне кажется, что вот действительно этот эффект при реализации, вот сегодня звучало здесь слово стагнация, вот чтобы не допустить стагнации, я думаю, что нужно принимать политическое решение и начать его реализацию. Для этого у нас все есть, и я думаю, вот тот потенциал, который сегодня есть и на этой площадке, будет востребован при реализации этого проекта. Спасибо. Спасибо большое. Ну, действительно, это была бы мечта, хотел сказать, мечта поэта, мечта предпринимателя за два с половиной часа из центра города в центр города. И, конечно, мы желаем вам успеха, потому что, ну, на то, что автомобильные дороги как-то появятся быстрее, надежды, честно говоря, немного. Поэтому вот, если вы не построите, то, ну, будет, наверное, очень грустно. А господин Оливье Блик, президент французской компании «Пуантест», тоже, пожалуйста, в блиц-режиме, каковы перспективы выхода российских компаний на европейский рынок. Очень много жалуются на то, что не пускают протекционистские меры. Ну, и, конечно, если можно вот сфокусироваться на Чувашской республике, здесь очень экспорт развивается достаточно быстро и серьезно. Каковы здесь перспективы? М. губернатор, здравствуйте, господи, 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 вот уже шесть месяцев, как мы в плотном режиме работаем с чувашскими компаниями, Прежде всего, мне хотелось бы, конечно, поблагодарить вас за принять участие в экономическом форуме. Я очень польщен. Высокий рейтинг Чувашской республики – это не случайность. Я хочу приветствовать общественные политики и поддержку всех общественных политиков в регионе, и, в частности, в центре экспорт, который ввести в предприятии с экспертой в ПМЕ, чтобы выделить эту способность в развитии на интернете. Мне хотелось бы особо отметить тот энтузиазм, ту огромную ежедневную кропотливую работу, которую проводят региональные органы власти. И особенно мне хотелось бы отметить ту работу, которая проводится чувашским органом поддержки экспорта, которая оказывается для предприятий малого и среднего бизнеса. И ту возможность, которую они предоставляют чувашским предприятиям, получить поддержку экспорта для дальнейшего развития экономической и промышленной деятельности компаний. Мне также хотелось бы отметить высокий уровень работы и интерес международного центра инжиниринга и инноваций, которые оказывают инжиниринговую поддержку промышленным предприятиям малого и среднего бизнеса регионов, всех регионов Российской Федерации, в том числе Чувашской Республики. ЛАПМЕ – это один из первых векторов для анкровных развития территорий, но и интернациональных. Предприятия малого и среднего бизнеса являются основным вектором экономического и промышленного развития экономики. ЛАПМЕ – как мне сказал один из первых в Москве, ЛАПМЕ – хотелось бы мне сказать, подчеркнуть мнение моих коллег из Министерства экономического развития в Москве. ЛАПМЕ – невозможно себе представить, выиграть шахматную игру без пешек, которые завтра станут королевами и королями. ЛАПМЕ – и, как известно, во всем мире, русские люди, россияне, ЛАПМЕ – это самые лучшие игроки в шахмате, самые лучшие шахматисты в мире. ЛАПМЕ – через шесть месяцев нашей работы в Чувашской Республике, ЛАПМЕ – вот, мы встретили, я встретил, ЛАПМЕ – у нас есть несколько минимумов ПМЕ в регион. ЛАПМЕ – я встретил, большое количество предприятий малого и среднего бизнеса. ЛАПМЕ – и я встретил очень сильную креативность. ЛАПМЕ – я столкнулся с тем, что креативность, инновация этих предприятий просто не имеет границ. ЛАПМЕ – и у этих предприятий есть самые настоящие, практические, ЛАПМЕ – и у которых есть, безусловно, очень большой потенциал развития на федеральном уровне, а также и на международном. ЛАПМЕ – и у которых есть, безусловно, ЛАПМЕ – и план развития и экспертизы в самих предприятиях. ЛАПМЕ – и у которых есть, безусловно, ЛАПМЕ – которые говорят о том, что эти предприятия могут выйти не только на федеральный уровень, ЛАПМЕ – но также победить с конкуренцией на международном, победить и выиграть битву с конкуренцией на международном уровне. ЛАПМЕ – у господина Блика нет на сегодняшний день никакого, абсолютно никакого сомнения о том, ЛАПМЕ – что у чувашских предприятий есть своя выигрышная карта в игре. ЛАПМЕ – спасибо. ЛАПМЕ – и продолжая вашу шахматную аналогию, будем надеяться, что эти пешки станут ферзями и потом шагнут за пределы шахматной доски уже на экспорт. Вот это тоже, мы надеемся на то, что это будет. ЛАПМЕ – сейчас тоже, пожалуйста, в таком очень сжатом режиме, лаконичном, в режиме Блиц, хочу обратиться к главе представительства Европейского банка реконструкции и развития по Приволжскому федеральному округу Екатерине Александровне Солововой. Какие стратегии, на ваш взгляд, следует избрать регионам для того, чтобы привлекать инвестиции в проекты крупные, в том числе с участием ЕБРР? Это обстоятельный вопрос, я понимаю, ну пунктиром хотя бы. ЛАПМЕ – да, спасибо. Во-первых, так быстро не ответишь на этот вопрос. ЛАПМЕ – пунктиром, да. ЛАПМЕ – и, во-первых, два слова о ЕБРР. ЕБРР – это Европейский банк реконструкции и развития. Мы работаем в России уже более 20 лет. За это время инвестировали более 23 миллиардов евро в качестве долгосрочных кредитов и инвестиций в акционерный капитал в более чем 750 инвестиционных проектов. То есть у нас очень обширный опыт поддержки именно инвестиционных проектов. И большинство из них реализуются в регионах. Поэтому, конечно, вопросы инвестиционного климата регионов – это те вопросы, которые мы постоянно обсуждаем и с региональными властями в том числе, в России, а также с международными экспертами и самими инвесторами, которые к нам зачастую обращаются с вопросом, не можете ли вы посоветовать, какой из вот этих вот нескольких регионов в их кратком списке является наиболее благоприятным. Поэтому, во-первых, я бы хотела обратить внимание региональных властей на недавно опубликованный доклад Всемирного экономического форума, который проводится в Давосе ежегодно. В июне на Санкт-Петербургском форуме экспертный совет Давосского форума представил доклад о факторах развития российских регионов, факторах успеха. И там, в общем-то, в основу этого исследования также взято исследование ЕБРР о препятствиях к ведению бизнеса, препятствиях к деловой среде. Это известное исследование, которое было проведено в 2012 году. Многие другие исследования также использованы в основе. И, в общем-то, сделаны лаконичные выводы о том, что, во-первых, роль регионов в экономическом развитии России будет только увеличиваться. В связи с этим мы знаем, что уже давно уделяется внимание на создание национальных рейтингов и так далее. И в том, что важную роль, в общем-то, будут играть именно региональные власти в совершенствовании институциональной среды. И также необходимы комплексные, а не выборочные реформы. Довольно общие выводы, да, и с учетом вот этих выводов наиболее перспективными направлениями для реформ были признаны следующие четыре. Это снижение уровня коррупции, это облегчение доступа к финансированию, это сокращение бюрократических процедур, а также решение проблемы недостаточной профессиональной квалификации трудовых ресурсов. Надо сказать, что вот эти четыре препятствия, они как раз те препятствия, которые были выделены и обследованием ЕБРР. То есть постоянно повторяются одни и те же темы. И есть регионы уже в Приволжском федеральном округе, которые довольно преуспели в преодолении или снижении одного или нескольких из этих основных препятствий. И, в общем-то, вот в этом докладе Доволжского форума представлены два региона из Приволжского федерального округа, это Татарстан и Ульяновск, а также Калужская область. Поэтому, мне кажется, очень интересно именно изучение опыта. То есть много различных стратегий, каждый выбирает свою. Интересно вот именно ознакомиться с опытом различных регионов, в том числе у нас здесь в Приволжском федеральном округе, и посмотреть, какую стратегию вы хотите выбрать. Мне с точки зрения Европейского банка реконструкции и развития интересны, во-первых, проекты инвестиционные частных компаний, а также муниципальные инфраструктуры, которые мы тоже можем финансировать. Также интересно узнать от региональных властей Министерства экономического развития о том, что предпринимается для привлечения внешних инвестиций, чтобы я могла потом рассказывать об этом инвесторам. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, вы абсолютно правы, что вот эти четыре препятствия, да, они звучат как вот, ну, Волга впадает в Каспийское море. Совершенно очевидно, но, тем не менее, они существуют. И вот какие стратегии могут быть? Ну, главная стратегия – это победить вот эти четыре препятствия. Тогда, значит, конечно, перспективы совершенно новые открываются. И в тех регионах, где хотя бы одно или два из этих препятствий были даже не устранены, понятное дело, но уменьшены, мы сразу видим результат. Уважаемые участники, мы создали хороший задел для круглых столов, для наших сессий, которые пройдут в ходе нашего форума. Сейчас время такому протокольному, но всегда приятному событию. Надо сказать, что межрегиональные связи, сотрудничество между регионами существенно растет, укрепляется. И вот интересно, если раньше, еще 5-7 лет назад, приезжаешь в какой-нибудь регион России, и чувствуется такая, знаете, нездоровая конкуренция. Чиновники говорят, ну вот они там, наши соседи, они такую гадость нам сделали, а вот мы теперь страдаем. То теперь это такая, ну, чаще всего речь идет именно о соревновательности, о конкуренции. Говорят, вот молодцы, да, надо же, они вот обошли нас здесь. Но мы сейчас вот тут поднажмем и тоже их обойдем. Сейчас в рамках форума предлагается подписать соглашение между правительством Тульской области и кабинетом министров Чувашской республики о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. К подписанию приглашаются первый заместитель губернатора Тульской области, председатель правительства Тульской области Юрий Михайлович Андрианов и председатель кабинета министров Чувашской республики Иван Борисович Моторин. Приветствуем. Ну что, Юрий Михайлович, скажите два слова буквально. Вот прям буквально два. Слышно, да? Антон, я хотел бы реплику небольшую. Вот насчет конкурентности и не совсем здоровой обстановки между регионами. Я хотел сказать, что между Тульской областью и Чувашской республикой уже это соглашение существует больше десяти лет. Впервые мы его подписали в 1994 году. В 1998 году мы его пролонгировали. И вот сегодня, с учетом изменившихся и скорректированных ситуаций, мы подписываем, если в реалиях мы пролонгируем свое дальнейшее сотрудничество на еще длительный период. Вот вам показатель достаточно устойчивой взаимосвязи регионов. Где Чувашия, где Тулу, между нами достаточно большое количество километров, но мы внутри практически центральной части Российской Федерации, мы в россияне, и по всем направлениям, не только традиционно для Тулы, может быть, оборонным, но и по вопросам абсолютно гражданским, официальным, лонгируем дальше наше сотрудничество на длительный период времени. Поэтому я хотел бы еще раз призвать и другие регионы поступать точно так же. В этом тоже залог. Будет ликвидация того дисбаланса, который происходит между производительными силами, производственными отношениями сегодня. Дисбаланс в финансах, в ресурсах, в кадрах. Ну да, вы правы, спасибо. Расстояние действительно не помеха. И если наши коллеги из РЖД будут ударными темпами строить высокоскоростные магистрали между регионами, не только проходящие через Москву, то, конечно, такое сотрудничество, я думаю, просто будет, ну и технически легче осуществлять. Спасибо большое. И также надо отметить, что в модернизации экономики огромную роль играет социальное партнерство бизнеса и государства. Фирма «Август» – это одна из крупнейших российских компаний по производству химических средств защиты растений. И для установления социального партнерства в сфере развития и реализации совместных инвестиционных проектов на территории поселка городского типа Вурнары в рамках форума сейчас предлагается подписать соглашение между кабинетом министров Чувашской республики, администрацией Вурнарского района и закрытым акционерным обществом фирма «Август». Соглашение подписывают представитель кабинета министров Чувашской республики Иван Борисович Маторин, глава администрации Вурнарского района Леонид Григорьевич Николаев и генеральный директор компании Александр Михайлович Усков. Пожалуйста, прошу приступить к подписанию. Писажкой Субтитры справа , так вот. Осна Писажки Писажки Берем Александр Михайлович, пару слов. Я хочу сказать буквально пару слов, но не о подписании этого соглашения, я хочу сказать несколько слов о том, что я услышал, будучи сегодня на форуме. Мне очень понравилось выступление многих, но хочу выделить Михаила Хазина, который сказал, что очень многое надо менять. Существующей налоговой системой мы не способны дать прорывный рост. Деньги, которые идут снизу вверх, а потом по разным путям текут сверху вниз, они обязательно теряются. Мы радуемся сегодня, что у нас высокая мобилизация общества, у нас высокий уровень патриотизма, что мы доверяем нашим очень высокий уровень доверия президенту, доверия действиям нашего кабинета министров. Но, дорогие господа, давайте и по-другому. Пусть наш президент, наше правительство, наша Государственная Дума больше доверяют своему народу. И необходимо просто спускать с государственной власти на региональную больше полномочий, больший поток бюджета. И с региональной на муниципальную делать то же самое. И только вот эти действия, они способны достаточно мощно продвинуть развитие России. Спасибо. Спасибо вам большое. Я думаю, что это лучшее завершающее слово в нашем пленарном заседании. Я предлагаю вот с этим потенциалом, с этой энергией, энергетикой теперь уже выходить на круглые столы, там все обсуждать подробнее. Я благодарю наших экспертов за откровенность, за информацию такую полезную, которую предоставили. Михаил Васильевич, вас тоже благодарю отдельно за то, что вы нашли время и досидели до конца. И желаю вам всем успешной работы на форуме. Спасибо.